МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Христос воскресе, уважаемые зрители! Здравствуйте! Мы продолжаем наш эфир в студии Дмитрия Шакурова. На минувшей неделе в Екатеринбурге развернулась такая история. На улицах появились баннеры с изображением Сталина и надписью «Спасибо за победу». Против этого выступила и даже обратилась с заявлением в муниципальные органы руководитель Музея святости, подвижничества и исповедничества на Урале Оксана Иванова. Аргументация такого порядка. Нельзя связывать с великим событием в истории нашей страны человека, на совести которого миллионы невинных жертв, в том числе священнослужителей и мирян. Нельзя героизировать убийцу. Наша съемочная группа сегодня отправилась на улицы Екатеринбурга, чтобы своими глазами увидеть спорные плакаты и побеседовать с человеком, которого они оскорбили. Передаю слово Светлане Ладиной. Светлана, добрый день! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Добрый день, Дмитрий! Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы находимся в Музее подвижничества, святости и исповедничества на Урале в XX веке. Я беседую с автором этого проекта Оксаной Ивановой. Оксан, здравствуйте! Добрый день! За последнюю неделю вы оказались в центре внимания, по-моему, уже не только екатеринбургских СМИ, когда выступили с протестом против размещения на улицах города, но уже свершившегося размещения, баннеров с изображением Сталина и надписью «Спасибо за победу». Что вас подвигло к таким активным действиям? Потому что вы не только выразили свое возмущение на страничке в социальной сети, но и написали в муниципальные органы и в УФАС. Ну, когда видишь такое большое изображение Сталина, явно подаваемое в положительном контексте, явно рассчитанное на действия для молодежи, для детей, на наших детей, то, конечно, просто ужас охватывает человек, который практически погубил русскую церковь. Ведь перед началом войны только четыре епископа оставались на свободе, очень много священников было расстреляно, сослано, и церковь была практически разрушена. И вот человек, который это сделал, теперь героизируется, обеляется и попадает на наши улицы, ну, не только в виде баннеров, но это ведь более серьезное, более глубокое действие. Это реабилитация античеловеческого и безбожного духа сталинизма, духа ненависти к человеку, к его достоинству, к вере, к Христу, к церкви. Знаете, я когда увидела эти баннеры, у меня сразу перед глазами встали вот фотографии многочисленные, которые я просмотрела во время создания экспозиции музея, вот эти фотографии разрушенных храмов, изъятие церковных ценностей, осквернение мощей, сброс колколов, вот эти сотни тысяч тюремных фотографий, которые передают вот такую боль, такие страдания наших предшественников в вере, наших православных христиан, священников, епископов, мирян, женщин, мужчин. И, вы знаете, вот, конечно, это вызвало большие чувства, которые я выразила. И когда, неожиданно для меня, вот эти чувства стали разделяться большим количеством людей, стало понятно, что надо просто законным способом добиться того, чтобы эти билборды с изображением Сталина были убраны, сняты с наших улиц. Оксана, я посчитала подписи под вашим письмом, вот вместе с вашей, 84 подписи. То есть люди выразили вам свою солидарность, причем посмотрела адреса не только екатеринбуржцы, и москвичи, и санкт-петербуржцы, и даже из США, какие-то наши бывшие соотечественники тоже подписались под этим воззванием. Но наверняка были те, с кем вам пришлось и придется еще полемизировать. И среди аргументов наверняка называется, ну, то, что приходит в первую очередь в голову, ну, это же генералиссимус. Он командовал фактически всеми нашими войсками во время Великой Отечественной войны, и он ее выиграл. Что можно на это ответить? Ну, факт его пребывания в звании генералиссимуса никто не отрицает. Вопрос в данном случае стоит о человеке. То есть, какой ценой? Ведь христианину не столько важно что, сколько как. То есть, все свои проблемы, в том числе проблемы военно-начальника Сталин и близкие к нему руководители решали с помощью человеческих жизней, решали с помощью крови, решали с помощью, ну, вот, с помощью уничтожения или репрессий больших групп наших же соотечественников, единоверцев, во многом эти репрессии касались христиан. И, конечно, эта память, ну, это же невозможно совместить. Если мы его прославляем, мы же не должность прославляем. Ну, сколько у нас было генералиссимусов? Не так много, но все-таки не один Сталин. И сколько было военачальников? Ведь нам не это важно. Нам это подают как, ну, если хотите, такой секулярный образ святости, да, то есть это некоторая икона, некоторый образ, ну, в прямом смысле слова, да, образ. Образ того, каким должен быть руководитель, каким должен быть военачальник, каким должен быть, вот, может быть, глава государства. И вот этот образ, он в корне противоречит христианскому представлению о человеке. Тут, мне кажется, даже уже не исторические споры, потому что есть бесспорные факты, которые, ну, большому кругу специалистов и не специалистов известны, опубликованы. Это, ну, тут не о чем спорить. И, в общем-то, это и не отрицают, да, сторонники Сталина. Вот, с другой... Не отрицают, но оправдывают. Лес рубит, щепки летят. А результат был положительный. Победный результат. Никакого положительного результата, построенного на слезах, страданиях, горе, унижении, женщин, детей, стариков убить не может. Ну, любой христианин это знает. И в Евангелии Господь, когда вот его ученики, ну, тоже, видимо, несколько соблазнявшиеся разными вот возможностями, да, действия в мире, когда они сказали, хочешь, мы спалим это селение. Он сказал, не знаете, какого вы духа. И ведь нам, христианам, очень важно знать, какого мы духа. И вот эта брань, это же не вопрос билбордов. Это вопрос того, какое представление о человеке будет определяющим вот на нашей земле, на нашей стране, в нашем городе, на нашей улице. Ну, может быть, я так горячо вступилась, потому что это на моей улице. И я каждый день хожу и смотрю на это. Мои дети ходят, школы мимо этого плаката. Мои родители, мои друзья. И это меня вот затронуло вот лично, заживое. Может быть, если бы это было на другой улице, я бы так горячо не отреагировала. Но уже, как Господь вот определил, так случилось. И радует, что многие люди, христиане, разделяют это, что все-таки мы должны сделать выводы из 20 века, иначе он никогда не закончится. Мы должны подражать и в качестве героев прославлять наших новомучеников, наших исповедников, наших подвижников, тех, кто хранил дух Христов, дух любви, любви даже к врагам, дух сострадания, дух милосердия, дух нет мира сего. Вот этот свет небесный, вот, казалось бы, в самых мрачных исторических временах он воссиял в России так ярко. И вот, ну, будучи автором экспозиции Музея святости и исповедничества на Урале в 20 веке, конечно, я, ну, всегда имела это в душе, в голове, это в сердце, это живёт, эти люди для меня живые, они сейчас смотрят на нас, они с нами. И, ну, как вот мы перед этим взглядом, перед их лицом сможем равнодушно отнестись к прославлению их палача. Ну, что касается их лиц и их взглядов, вот здесь порядка 40 фотографий, это всё, видимо, лагерное, тюремное с ним. Это тюремные фотографии, это тюремные фотографии из архивов нашей области, Курганской области, Пермского края, Челябинской области. Это вот уральские архивы, которые сохранили фотографии в судебно-следственных делах, заведённых на христиан. Вот здесь фотографии всех людей верующих, и пострадали они все за веру, а не за что-либо иное. Очень много священников, епископов. Но здесь же им вот мастеровые люди, есть... Есть даже школьница, вот, есть женщины, которые совершенно очень простые были, и, конечно, никакой политической угрозы не представляли, и не могли просто представлять для новой власти. А они представляли собой угрозу именно потому, что имели другое представление о человеке и жили, исходя этого представления. И этим самым они были свидетелями. Ну, мартирос, мученик, свидетель. Вот они в полном смысле слова были такими свидетелями. И, ну, может быть, не сделав выводы, не осудив этот дух, именно дух, а не людей. Ведь по-христиански мы должны, как бы, ну, переживать и за посмертную судьбу того же Сталина, и тех же людей, которые принимали участие в расстрелах, и, может быть, у кого есть сила даже и молиться за этих людей. Господь всем хочет спасения. Но вот именно из любви к этим людям, из христианского сострадания к этим людям, мы должны осудить вот дух зла, назвать зло злом, чёрное чёрным, белое белым. Иначе как их души смогут, ну, увидеть свет, да, или соединиться? Вот, может быть, у них какая-то хотя бы капелька оставалась света в их душе. Ну, может быть, Господь как-то и сможет уцепиться, да, вот за это светлое зерно. Мы не знаем, мы надеемся на милосердие Господа. Но вот даже из любви к ним мы должны осудить этот дух античеловеческий, потому что ведь этот дух действует не только, ну, на их жертв действовал, или действует сейчас на нас. Ведь этот дух распространяется и на них, потому что дьявол хочет погубить всех, и в первую очередь тех, кто исполняет его волю. Они тоже пострадали. Известно, что многие палачи были расстреляны в свою очередь после большого террора, что многие люди, принимавшие решения, тоже были репрессированы, расстреляны, их семьи были репрессированы. Потому что вот этот дух сатанинский, он хочет всех погубить. И тут, ну, мы же это знаем, мы уже это видели, это же уже было в нашей стране. Мы свидетели последствий вот этого времени. И, может быть, наш христианский долг, ну, войти в какую-то живую связь с нашим мучеником, чтобы это не было, ну, формальным каким-то таким осознанием, что кто-то был, а войти и продолжить их подвиг. Вот мы сейчас в такой ситуации, мы точно так же, как они, должны противостоять этому духу мирно, но непримиримо. Я добавлю, наверное, мы ведь не только свидетели, знающие что-то о прошлом, а иногда и не знающие или не желающие знать. Мы все потомки, либо жертв, либо палачей, либо тех, кто доносил, либо всех сразу вместе, потому что в биографии одного человека могло соединиться вообще всё. Покаялся ли он перед смертью, мы не знаем. Мы исходим из той позиции, которую вы только что замечательно сформулировали. Но вот это вот нежелание знать, нежелание копаться в истории и воспевать победителя, какими его жертвами он не оперировал. Вот это, конечно, настораживает, но, к сожалению, это есть и в православной среде. Оксана, спасибо вам огромное за вашу позицию и за потрясающий музей, в котором мы были с вами, уважаемые зрители, но, наверное, это было несколько месяцев назад. А теперь, я думаю, нас в ближайшее время ждёт подробное музея по залам, которые расширились и приняли ещё более благообразный и очень насыщенный информацией вид. Ещё раз благодарим вас за внимание. Эту тему мы продолжим сегодня в интерактивной программе «Честное мнение». Приглашаем вас к обсуждению вопроса «Возможно ли совместить исповедание православия и воспевание и почитание Сталина?». Ждём ваше «Честное мнение» в 16.45 по московскому времени в эфире телеканала «Союз». Спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok